Матушка пехота в ходе Великой Отечественной была решающей силой на поле боя. Она прорывала оборону противника, брала штурмом высоты, города и крепости, уничтожала личный состав врага. Тяжела была судьба у бойца. Он мог погибнуть в первом же сражении или в каждом следующем. Среди пехотинцев были и особые люди. Это те, кто совершил подвиг самопожертвования ради тех, кто позади, ради Родины и ради Победы. Полевым решением они отдавали свои жизни ради жизни своих товарищей по оружию. 18 наших земляков-белорусов повторили подвиг Александра Матросова. Этот памятник в городе Жодино знают все жители Белоруссии. Мать провожает на фронт сыновей – Николая, Степана, Владимира, Михаила, Петра. Последний и самый младший обернулся, бросив прощальный взгляд. Это был Петр Куприянов. В июле 1944 года Петр, боец партизанской бригады «Разгром», ушел добровольцем на фронт. Служил в 53-й мотострелковой бригаде. 10 октября 1944 года красноармеец первым вышел к берегу Балтийского моря. Ему была оказана честь зачерпнуть флягу морской воды для передачи командующего 1-м Пробалтийским фронтом. Генерал армии Иван Баграмян отправил эту флягу Москву, Сталину, в качестве доказательства выхода войск фронта на побережье. 2 ноября 1944 года у высоты в Кулбикском районе Латвии стрелковое подразделение натолкнулось на плотный огонь пулеметов. Два из них были подавлены, но продолжался смертельный ливенист Дзота. Погасить точку казалось невозможным. Тогда ефрейтор Куприянов поднялся из воронки, броском добежал до Дзота и грудью заглушил амбразуру. Бойцы, видевшие подвиг товарища, бросились в атаку и овладели высотой. В одном из стихотворений, посвященных Сталинградской битве, известный советский поэт Лев Ашадин написал «Вовек не забудет советский народ, как насмерть стояла пехота, как Ващенко грудью закрыл пулемет, бойница немецкого Дзота». Стрелковый полк, где служил рядовой Алексей Ващенко, держал оборону на Волге. 5 сентября немцы нанесли сильный удар. Рота автоматчиков, в которой служил Алексей, контратаковала, но вынуждена была залечь под пулеметным огнем. Из воспоминаний бойца 272-го полка Андрея Баранника. Тогда солдат Алексей Ващенко, белорус, подал команду «За мной». Бросился на Дзот и закрыл амбразуру. Мы ворвались в Дзот и трех немцев, которые были там, уничтожили. Мы выбили немцев из траншей и восстановили положение. Подвиг каждого бойца, каждого пехотинца хранится в летописях белорусского народа. Сегодня традиции царицы полей помнят и приумножают современные мотострелки, которые, как и их предки, готовы защищать каждый метр своей земли.